В Акмолинской области новый Аким. Всех терзают вопросы, почему функционер времен старого Казахстана, прошедший все витки номенклатурно-бюрократической спирали и достигший ее пика, глава МВД при Токаеве, силовик по духу и по крови Марат Ахмеджанов, накануне своего 60-летия совершенно неожиданно приземлился в кресло Акима Акмолинской области. Уверены, что опытный функционер Ахмеджанов, силовик по предназначению, каким его когда-то сделал сам Рашид Тусубеков, с легкостью разберется, кто есть кто и что почем. Прежде чем выйти на извилистый путь высоких постов, Ахмеджанов двигался тропами следователя региональной прокуратуры, следователя по особо важным делам генпрокуратуры, потрудился в почившем базе следственном комитете в МВД в Минюсте. Начальником одного из многочисленных департаментов в генпрокуратуре Ахмеджанов стал как раз в то время, когда это ведомство возглавлял стопроцентный семейный кадр Рашид Тусубеков. Именно при Тусубекове Ахмеджанов занял должность сначала главы Павлодарской областной прокуратуры, а затем и Южно-Казахстанской. Затем звезда Тусубекова покатилась к закату, кресло министра юстиции все-таки не ахти, чтобы очень... В общем, след и карьера Ахмеджанова тоже решила сделать паузу на должности главы комитета по статистике. Но! Как только Рашида Тусубекова Назарбаев назначил на должность главы финполиции, то у Марата Ахмеджанова патрон тут же подтянул к себе поближе на должность своего зама. Но вот Рашида Тусубекова через кресло главы Верховного суда в 2015 году отправляют на пенсию, и Марат Ахмеджанов уже при новом генеральном прокуроре Даулбаеве пересиживает непонятные времена на западе страны, в Атыраусской области, то в прокуратуре, то финполиции. Затем снова взбирается до уровня заместителя генерального прокурора и застревает на этой должности почти на 6 лет. Переживает в этой должности кровавый январь и уже при нынешней власти ненадолго становится главой агентства по борьбе с коррупцией, а потом и министром внутренних дел. И вот вчера в биографии Ахмеджанова появилась новая запись Аким Акмолинской области. Помимо множества прочих задач, связанных, например, с грядущей кампанией по избранию Акимов районов, новому Акиму области, где реализацией промышленных проектов и добычей занимаются известные, весьма влиятельные предприниматели, теперь новому Акиму придется выстраивать коммуникации, например, с таким старожилом внутренней политики, как Булат Удимуратов, потому что там оперирует добывающий монстр Касцинк, там ведут золотодобычу влиятельные агашки, там другие агашки ведут вечную борьбу за влияние в агропромышленном секторе, сливая конкурентов правоохранительным органам. Там нашло свое счастье большое семейство бывшего главы министерства по чрезвычайным ситуациям Владимира Башко, которое сегодня занято в секторе сельского хозяйства. Там расположен легендарный спиртзавод, которому уже больше века и так далее. В общем, как видим, у нового Акима Марата Ахмеджанова есть одна главная задача – провести грядущие выборы районных Акимов буква в букву со сценарием из администрации президента и при этом постараться не нарушить запутанный баланс в сложном клубке внутриэлитных интересов. И немного странно, что президент Тукаев в этом смысле сделал ставку на представителя силового блока. Тут ведь как аукнется, так и откликнется. Значит, среди последних рокировок особое внимание, как я сказала, на себя обратило назначение на должность Акима столичной Акмолинской области кадрового силовика Марата Ахмеджанова, которого переместили с должности министра внутренних дел. И чтобы люди спрашивали, что бы это значило? Почему? Полицейского поставили на чисто сугубо хозяйственную должность. И такое у нас уже в истории случалось в 2011 году после Жаназинской трагедии, когда Акимом Ангестаевской области стал министр МВД Бауржан Мухамеджанов. Его понятно, почему поставили, потому что хотели загасить бунты, все эти забастовки и, как говорится, все это успокоить. И вдруг вот опять такой прецедент. Столичная Акмолинская область, сложная область, непростая область, центральная область. Что это означает? Означает ли, что могут возникнуть какие-то риски, каких-то новых заварушек, каких-то забастовок или, не дай бог, попытки какого-то государственного переворота? И поэтому Акимом поставили человека с таким огромным опытом силовика. Вы знаете, здесь мы, конечно, можем предположить. Да, скорее всего, он будет, скажем, Акимом области, но реальные его функции будут выполнять его замы. Он будет выполнять немножко, скорее всего, другие функции. Но если ему... Надзорный. Да, да. То есть он будет просто контролировать ситуацию. Значит, есть какая-то угроза, как вы считаете? Ну, вы знаете, там единственный есть протест, это вот в небольшом селе. Там, по-моему, местные жители, шахтеры, бастуют против, скажем, они не согласны с решениями казах-алтын. Да, вот руководитель... Вот единственная такая небольшая завязка с прежними нашими кланами, да, это вот руководитель этого казах-алтына, у него есть другой бизнес, которым партнерами является Ярлан Нигматуллин. То есть есть небольшая связь с прежними околоназарбаевскими, да, околоназарбаевскими элитными группами. И вот эти протесты, которые там идут, шахтеры предполагают, что работодатель принимает такие решения, чтобы люди действительно, чтобы создавалась напряженность в общей, то есть они допускают такое. Есть небольшой-небольшой протест в Карагандинской области, казах-мыс. Вот этот казах-мыс, вот эта компания, она частично тоже связана с руководителем вот казах-алтын. То есть вот такая связь присутствует. Но утверждать, конечно, мы не можем. Но я больше связываю это с предстоящими возвращением капиталов, которые, возможно, затронут семью Назарбаевых. И протест со стороны них возможен. То есть я связываю это с ним. Вы имеете до организации каких-то забастовок, организации, специальной организации. Провоцирование, да, возможно. Вот у меня тоже такие ассоциации со Старым Казахстаном. Вот смотрите, если Кантар, эпицентр был Алмата и Алматинская область, и почему это было, мы понимаем прекрасно, потому что здесь были сосредоточены основные семейные, так скажем, ресурсы. Это брат, это племянники. Они все концентрировались здесь, на малой родине. Это были боевики, вот эти все отряды. Здесь все кадры были поставлены, в основном силовые, Булатом Назарбаевым. И поэтому понятно, что Алма-Ату и область они взяли как эпицентр вот этого выступления. Теперь вот смотрите, почему Акмолинская область, потому что это уже ближе к столице. Кто-то говорил, что ну что это за революция, которая происходит не в столице. Любая революция должна происходить в столице. И те, наверное, взяли, так скажем, на вооружение этот опыт. И я так, конечно, смеемся бы, конечно, так это самое. Но возможно, что действительно есть угроза того, что если вдруг, значит, тот же старый Казахстан, когда закон о возврате капиталов заработает, он сильно обострит ситуацию сейчас. И возможно, тогда там уже в столице могут, так скажем, быть попытки того, чтобы так же поднять и точно такой же устроить попытку, ну если не всего государственного переворота, то во всяком случае крупные протесты. Когда приехали в этом году в Астану неожиданно нефтяники, помните десант, такой шорох был, так все перепугались. Это действительно влияет очень сильно, когда в центре столицы начинаются вот такие вот яркие, какие-то неожиданные такие акции протестов. И вот именно возможно, что ожидаются вот такие вот акции протестов для того, чтобы давить на власть, для того, чтобы диктовать свои условия именно вот в рамках этого закона о капиталах. Да, скорее всего, я связываюсь с этим. Я тоже так думаю. Вот, ну вот смотрите, если взять, мы уже немножко об этом говорили, если взять персону Ахмеджанова, мы кое-каких других, по-моему, вы тоже уже упомянули, они в любом случае как бы связаны со старой связью. Это опытный, вот тот же Ахмеджанов, у него очень большой бэкграунд, уже долгие десятилетия он служит, да. И понятно, те люди, которые поднимались на эту высоту, министры и так далее, там, руководители областей, они все были креатурой старого Казахстана. Тот же Ахмеджанов, он, как мы вот посмотрели, являлся креатурой Тусупекова. Тусупеков – это бывший генеральный прокурор, там, министр юстиции, исполняющий обязанности Верховного Суда, ну, то есть один из очень мощных представителей Назарбаевского клана, который являлся близким и даже, говорят, родственником Сары Алпысовны Назарбаевой. И вот такие люди вышли, они их подняли, да. Вот я хочу просто почему спросить. Вот Тукаев вынужден сейчас, да, полагаться на опыт больше, да, вот таких людей, даже если они выходцы и креатура того старого Казахстана. То есть он надеется на их верность в каком-то смысле. И не может он все-таки, да, вот как-то разорвать вот эту клановую систему. У меня сейчас немножко другое представление. Я думаю, что он им дает возможность проявить себя и показать себя, на чьей стороне они, да. И в зависимости от ситуации, как они будут вести себя, это будет понятно. Это он продолжает быть на стороне Назарбаева, да, и просто формально, ну, скажем, сидит внутри элиты Тукаева, чтобы дестабилизировать все. Либо же этот человек действительно просто формально в свое время двигался вместе вот у Супековым ради карьеры. Если сейчас он не справится, ну, мы видим, что как он в роли МВД, как он решал кантарские события, да, мы видим, как шли расследования. И он больше спасал полицейских, которые в этом участвовали, нежели защищал людей, которые пострадали. И мы это видим. И сейчас, если действительно какая-то ситуация будет в Акмолинской области, возможно, Тукаев будет смотреть, как он там будет действовать. В таких случаях это будет ему удобнее их таких увольнять и уже точно знать, что делать. Но дать шанс какой-то, да, скорее всего, он дает, потому что опытные люди, а этот человек опытный, он очень давно работал в прокуратуре, такие люди нужны, да, то есть и он сейчас он такой, видимо, не совсем уверен, как дальше действовать, и дает им такой шанс. Держись врагов ближе, чем друзей. Да, да, друзей рядом, а врагов еще ближе. Врагов еще ближе, да. Возможно, да, и это тоже такая тактика. Вот, и вот произошла обратная рокировка. Вот давайте посмотрим следующий сюжет. После послания президента народу Казахстана в стране изменилась система государственного управления. Появилось пять министерств. Одно из них – Министерство культуры и информации, которое было выделено из существовавшего ранее Министерства культуры и спорта, куратором которого был Асхат Уралов. Реорганизованное ведомство указом главы государства возглавила Айда Балаева. Отметим, что аналогичную должность она занимала в 2020 году, но только в Министерстве информации и общественного развития страны. На этом посту она сменила Даурена Абаева, который тогда перешел в администрацию президента, став первым заместителем руководителя. Через два года это кресло займет сама Балаева. Но обо всем по порядку. Аида Голымовна Балаева родилась в 1974 году в селе Джамбула Алматинской области. Первая специальность – учитель русского языка и литературы. Трудовую деятельность Аида Балаева начала в 1999 году с работы в отделе анализа и координации общественно-политических процессов. С 2010 по 2014 годы работала в столице заместителем Акима у Имманголита Смагомбетова. Это открыло ей путь в администрацию президента. В первую пятилетку своей работы в АП Балаева заведовала отделом внутренней политики, а в 2022 заняла пост заместителя руководителя администрации. В промежутке между этими должностями она помогала Касымжу Марту Токаеву реализовывать на практике идею слышащего государства, а после на протяжении трех лет возглавляла Министерство информации и общественного развития. В ноябре 2021 года там произошел казус, взволновавший не только казахстанцев. Ведомство с особой гордостью объявило, что Facebook дал Казахстану эксклюзивный доступ к внутренней системе для удаления контента. Однако представители крупнейшей социальной сети сообщения опровергли. Кроме того, Аида Балаева непосредственно причастна к провалившейся программе «Рухани Жангыру». Она являлась секретарем национальной комиссии, в которой занимались модернизации общественного сознания. А с 2022 года Балаева председательствует в Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте страны. Кстати, о семье и традиционных ценностях. Айде Балаевой приписывают лоббирование закона о семейно-бытовом насилии. Якобы его принятие в данной редакции позволяет изымать детей из казахстанских семей и передавать их на усыновление иностранным гражданам, в том числе из ЛГБТ-сообществ. И якобы специально для этого на должность уполномоченного по правам ребенка, которую занимала Аружан Саин, Балаева назначила динару за Киеву, которая и продвигает законопроект в жизнь. А на днях Аида Балаева заступилась за разведенных женщин. Участница одного из телевизионных ток-шоу назвала их «отбросами общества». В ответ на это Аида Балаева ответила, что данное провокационное заявление никак нельзя оправдать. Это провокационное заявление никак нельзя оправдать. Ну и тем более она себя позиционирует как журналист и тем самым, наверное, дискредитирует профессию. Ведь никто не застрахован от этого. Люди женятся, разводятся. И она в том числе не застрахована. Поэтому, наверное, так нельзя высказываться. И здесь больше вопрос, наверное, к редакторам, которые приглашают в эфир таких людей. И, соответственно, они должны понимать, что отвечают в первую очередь за содержание. Вот сейчас мы посмотрели небольшую справку о старо-новом министре Аиде Балаевой. Которая как бы опустилась на место министра культуры и информации с такой высокой должности заместителя, руководителя аппарата президента АП. Ну это по табеле ранга вообще считается понижением. Но с другой стороны мы понимаем, что сейчас Токаев хочет на какие-то стратегические ключевые должности поставить проверенных уже людей. Вот те, которых он увидел. Ой, вернее, уверен которых. И мы так поняли, что Аида Балаева является одним из таких, значит, персон очень доверенных. И вот он ее сажает на идеологию. Что у нас теперь, вот, идеология становится приоритетной? Ну, я не совсем так. Я не совсем так оцениваю. Потому что сейчас администрация президента реорганизуется, и она наконец-то становится тем, каким институтом она должна быть. Это чисто было формальное усиление администрации президента над правительством. Правительство должно быть намного важнее и весомее, потому что это отдельная ветвь власти. А это администрация президента, маленький орган при президенте, который готовит его документы. А у нас при Назарбаеве это было наоборот. Вершина власти. Да, да, центр, отдельная самостоятельная ветвь власти как правительство оказывала зависимость от маленькой организации. Поэтому с этой точки зрения Балаева, как раз, мне кажется, и ничего не потеряла. То есть она сейчас, наоборот, переходит в правительство, которое, возможно, станет намного весомее, чем администрация президента. То есть больше плодомочий? Я думаю, что у администрации президента будет меньше, у правительства больше. Следующий вопрос это идеология. Видите, госпожа Балаева продвигалась на нашу большую политику в команде Тасмагомбетова. Она из Алматы работала в Алмате с ним, потом она перебралась вместе с ним, сохранив такую же позицию, как управление внутренней политикой в Астану, ну и дальше уже пошла в администрацию. И вот с этой точки зрения, мне кажется, она очень такой системный, да, такой очень хороший исполнитель, да, который будет делать правильно, и она очень давно, она все эти правила хорошо знает. Но вот с точки зрения ее как идеологического, да, ну скажем так, не знаю, фигур, который отвечает за идеологию, у меня большие сомнения. Потому что я никогда не слушала и не видела, чтобы Балаева какую-то серьезную идею продвигала или обсуждала. Даже вот Даурин Абаев, будучи главой в администрации с замом, он что-то делал, то есть его можно было там критиковать, не критиковать, но какую-то позицию он озвучил, и он пытался какую-то роль играть. Балаева никогда, какую бы она позицию не занимала высокую, идеологическую, да, в идеологическом плане, она не продвигалась. Мне кажется, функция, когда она была в администрации президента, вот эти функции за решение внутренней политики перешли госсоветнику Карину. И мне кажется, идеологические вопросы сейчас решает Карин, и под Карином Балаева, как исполнительный человек, она будет курировать, вот, скажем, информационную политику. То есть они будут спускать, она будет исполнять. Да, так же, как раньше. То есть я думаю, что основную функцию здесь будет выполнять Ерлан Карин, а не она. Все-таки администрация идеологию оставляет за собой. Ну, пока да. Вы так считаете, да? Ну, по крайней мере, ну, я вот видела новую структуру администрации президента, я не увидела госсоветника там. Вот, кстати. Вот, получается, госсоветник и структура администрации президента выводятся, поэтому и администрация очень сильно сужается. Государственный советник, скорее всего, будет рядом с Тукаевым, и это будет более весомая фигура. Это будет более весомая фигура теперь, да? Да, да. И, кстати, там что должно, как нам это объявят? Это что, какое-то решение должно быть, какой-то указ президента должен быть? Да, ну, потому что в структуре нету госсоветника. Нет его, да, я тоже братью. Состоятельность у него будет. Да, то есть идеология остается при президенте. Да, президент будет решающим. Будет решающим. Хорошо. А вот теперь по идеологии. Вот смотрите, какие вы видите, ну, в связи с этим, ладно, рокировками, рокировки говорят о новом курсе, худо-бедно, да, и так далее. Что в идеологии должно сейчас случиться интересного? Ну, я думаю, что нужны серьезные политические реформы. Пока шаги маленькие, маленькие. Они погоду не делают, но хотя, конечно, показывают направление, куда только обдвигается, но серьезных изменений нет. Поэтому я думаю, что он должен сосредоточиться на политических реформах. Ну, я вижу, что идет попытка, ну, вот дискуссия идет, да, они же хотят преподнести вот эти изменения в Конституции, которые они сделали через референдум. Они хотят показать, что на этом мы все, перешли от суперпрезидентской к президентской. И больше они не хотят на эту тему разговаривать. И сегодня они пытаются в дискуссию такие закидывать идеи, что есть такой опыт, как Соединенные Штаты Америки, где есть президент и нет правителя, ну, нет премьер-министра, да. И есть, скажем так, французская система, где есть президент и есть премьер-министр, и это нормально. Но вопрос, опять же, не в этом, не в том, что есть премьер-министр или президент, да, или нет премьер-министра, а вопрос, как выстраиваются взаимоотношения между парламентом, правительством, президентом и судебной ветвью властью. Вот с этой точки зрения никаких изменений нету. Поэтому эта дискуссия о том, что мы все уже пришли к президентской форме правления, это, то есть это не пройдет с их точки зрения. И мне кажется, сейчас они будут вот на это давить, что все мы все сделали. Но, то есть серьезных шагов еще нету. Нужны более серьезные шаги для того, чтобы мы перешли к президентской форме правления. Я надеюсь, что за 7 лет Тукаев это сделает, и точка невозврата, она произойдет, да, что семья Назарбаевых не сможет в ближайшие 30-40 лет вернуться в политику. Мы очень надеемся, что он создаст такую систему, да, противовесов. Правильно.